Приветствую вас! Я хотел бы, чтобы вы как можно внимательнее послушали мой ответ, потому что думаете мне, что для вас это будет очень важно, вот. И, соответственно, уже после делали бы какие-то выводы. Значит, варианты у вас есть. Вариантов у вас достаточно много, по моему мнению. Вот. И весь вопрос в том, чего вы хотите. Для себя чего хотите. Не для, собственно, девочки, а для себя чего хотите. Вариант первый. Это полетит с ней. Полетит с ней туда, куда вы летите, вот откуда она летит, полетит с ней, значит, и, соответственно, быть с ней там. То есть предложить ей свою помощь, снять жильё, ну и прочее, 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 прочее. Вот. Ну, это первый вариант. Да, придётся побратиться, да, придётся, значит, вложиться, но... Думается мне, что если девушка вам действительно дорога, и если она дорога вам вот так сильно, то, соответственно, придётся делать выбор какой-то, да. И придётся вкладывать деньги. Это первое. Второе. Это показать девушке, показать ей, значит, как обстоят дела с этим вот мужчиной, да. То есть показать ей переписку, показать ей то, что он собирается склонить её к сексу, вот, чтобы она поняла, какой этот человек, ну и, соответственно, либо с ним не жила, либо вообще отменила поездку, либо нашла где-то жильё и так далее. Вот. Дальше, следующий вариант. Это просто доверяться. То есть, если вы свою девочку любите, если вы дорожите ей, если вы цените её, то думается мне, что, в общем-то, вполне... логично будет, если вы будете ей доверять, если она сказала, что он не нравится ей как мужчина, вот, и тем более, если она холодна к сексу, вот, то... я думаю, что вам нужно ей доверять. То есть, ваши опросения мне понятны и ясны в целом, вот. Но всё же нужно доверять ей, если вы действительно её любите. То есть, любовь — это, в первую очередь, всё-таки, именно доверие. Это доверие и доверие, значит, именно между вами. Надеюсь, что это понятно. Ну, надеюсь, что этот момент понятно. Вот. И, как это видится мне, как это видится мне, ещё один вариант будет, значит, ну, может быть, завоевать её до того, как она уедет. То есть, ну, стараться, если угодно, максимально сблизиться с ней. Именно, максимально с ней сблизиться. То есть, ну, делать какие-то вещи, да, для неё, то есть, окружить её заботой, лаской, теплом, вот. И, соответственно, чтобы она поняла, кто вы и чтобы она, значит, как можно ярче понимала, чувствовала и знала, что вы её ждёте, любите, что вы о ней мечтаете, что вы, значит, ей дорожите и так далее. Вот. Это, пожалуй, то, что вы реально можете сделать в этой ситуации. Такие варианты у вас есть. Допускаю, допускаю, что это немного, но тем не менее. Следующий важный аспект, который вы говорите, который вы пишите. Это основная ваша проблема, она заключается в том, что если девушка с кем-то переспит, то вы уже не сможете на неё взглянуть, потому что вы, по вашим словам, слишком много в неё вложили и очень, в общем, вы ей верны и так далее, и так далее, и так далее. Если честно, вот, кажется, что какая-то невротическая у вас влюблённость в девушку. То есть, что это значит, если она переспит, то я не смогу на неё взглянуть? Она, что, хуже от этого станут? Или что? Нет. Она останется такой же. Значит, вам это для чего-то нужно? То есть, для вас это, по какой-то причине, имеет значение. И поскольку значение это имеет только и чисто для вас, то, соответственно, чем быстрее вы поймёте, какое это имеет значение для вас, какие за этим скрыты ваши моменты. А, скорее всего, это отношение к сексу как к чему-то запретному и грязному. Вот. Чем быстрее вы это для себя узнаете, тем лучше будет для вас. И тем, соответственно, меньше вы будете придавать этому значению. Потому что любовь и секс, они хоть и идут, ну, как бы, вместе, да, они идут рядом, но, тем не менее, любовь настолько больше, выше и глубже секса, что, когда вы заговорили про секс, я подумал, что девочку вы, ну, очень, может быть, не любите. Или любите, но, ещё раз повторю, вот с такой невротической любовью, она вам, девушка, для чего-то нужна. И именно вам. Вот. То есть вы в неё вкладываете какое-то своё собственное значение. Вот. То есть здесь нужно, вот опять же, если вы говорите о том, что вы развиваетесь, что читаете книги по психологии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И если вы говорите о том, что нужно обречать свои слова, и уж если вы развиваетесь, действительно развиваетесь, ну, то, я думаю, вам нужно понимать, что секс ничего не значит. Вот. И если вас это задевает, значит проблема вашей, вашей неуверенности в себе и так далее. Вот. Но опять же, и к самой девочке это отношение никакого не имеет, и совершенно точно, что она, значит, ну, совершенно точно, что хуже она от этого не станет. Если, значит, пересписываем. Вот. Но, да, то, что за вас это имеет значение, это я понимаю. Но с этим нужно разбираться. То есть вам, то есть вам, то есть вам, вам, грубо говоря, нужно отделить, отделить нужно то, что чувствуете, хотите и воспринимаете вы от того, что хочет и воспринимает девушка. Вот. Вот. Потому что вот ваши такие переживания, они, ещё раз повторяю, связаны не с девушкой, а с вашим личным опытом. Вот. Вы вот говорите, что её в детстве там чуть не изнасиловал отец, да? Вот. Ну, вполне возможно, вполне возможно, что и у вас тоже была какая-то история. В детстве связана с сексом. Вот. Я не знаю, конечно, какая эта история. Но то, что какая-то история есть, это абсолютно точно. То есть нужно менять своё отношение к сексу вам. И не воспринимать его так, как воспринимаете вы. Но для этого нужно работать с вашими убеждениями и опытом. Опять же, если вы этого хотите. Вот. Потому что извините, но девочку могут и как бы изнасиловать, да? И вся вот эта история, и что вы тоже будете считать её какой-то плохой и так далее. Понимаете? Ну, вряд ли. Вряд ли. Ну, вряд ли. Это же не серьёзно, да? Понимаете, о чём идёт проще. Вот. Поэтому я думаю, что вот так вам можно сказать. Что касается, значит, что касается того, что вы узнали про её парня и узнали через общих знакомых о том, чего он хочет там и так далее. Всё это, честно говоря, как-то, ну, сомнительно. То есть, опять же, какая сила стимулирует вас на то, чтобы всё это делать? То есть, понимаете, вы развиваете такое ощущение, что не для себя, а для неё. Вот. И развиваетесь вы только для того, чтобы она к вам вернулась, а не для себя. И, коль это так, то это очень печально. Очень печально. Вот. Потому что развиваться нужно для себя и делать что-то нужно для себя. Вот. А девушка, вы действительно пока не в месте. И она вам, в общем-то, ничего не должна. И делать она имеет право абсолютно всё, что хочет. Вот. И то, что вы ей верны, это сугубо ваш выбор и сугубо ваше решение, за которое девушка ответственности сама не несёт. То есть, вот это вот вам нужно обязательно принять. Вот. Ну и, конечно, конечно же, разобраться с тем, значит, откуда такое отношение к сексу у вас. Потому что, ну, понятно, понятно, что из ниоткуда такое отношение взять не могло, не могло. Вот. Вот. Вот вы, вы знаете, чем стремиться быть у девушки единственным, да, или первым, или единственным, неважно. Вы лучше постарайтесь быть для неё последним. Вот именно последним, чтобы она больше после вас ни с кем не была. Вот. Понимаете? Такая история. Ну и, эээ, хочется сказать, что, судя по тому, что вы написали, да, вот, значит, делать слог к свадьбе пишите вы и даже заявление в ЗАГС подали, но в последний момент вы всё испортили и сильно поругались. Так вот. Мне думается, что здесь есть проявление негативного сценария, то есть, когда вот вы делаете, 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 да, а где-то под конец совершаете ошибку. То есть, вы же поругались не просто так поругались. Вы же поругались, почему? Потому что были какие-то основания для этого, да, были какие-то причины для этого. То, что вы поругались. Вот. И эти причины и основания, они, в общем-то, важны, они важны для вас. Вот. И, соответственно, соответственно, дело не в чтении книг по гендерной психологии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Дело совсем не в этом. Дело в другом. Дело в том, как вы это всё воспринимаете. Понимаете? 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 Дело в том, что простимулировало вас к тому, чтобы, вот, ругаться. И вот с этим нужно разбираться. Понимаете? Вот. Это мне представляется очень и очень важным для вас, конечно же. Вот, в принципе, в принципе, то, что я хотел вам сказать. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Решать, решать этот вопрос исключительно вам, то есть вам решать, как вы будете поступать, что вы будете делать, да. Вам решать, либо вы, значит, поставите всё на девушку и будете от неё зависеть, скорее всего, так же, как вы зависели от неё до сих пор. Вот, либо вы всё-таки станете позвободнее от неё, и уже будете идти своим путём. То есть, как бы, свой путь это такой. Какой путь, да? Хорошо, если она оправляет ваши ожидания. Хорошо, если она будет с вами. Ну, а нет, нет, значит, нет. Да, то есть, нет, ну, значит, нет, не очень хотел. Вот так. Мне думается, что такая позиция, так точнее, цель, цель в такой позиции является самой-самой правильной для вас. Вот. Потому что нет ничего хуже, чем, когда вы делаете что-то для человека, а он может не оценить. И вы считаете, что он должен оценить. Кстати, вот заодно посмотрите треугольник Карпмана. Вот. Почитайте про треугольник Карпмана. Вот. Я полагаю, что для себя вы там вполне можете найти интересные вещи. Вот. И обязательно почитайте про так называемую паузу свободы. Вот. Ну, а вообще я бы с вами поработал бы на предмет, значит, на предмет уверенности в себе и вот эти вот негативные установки, которые у вас есть. Ну и, естественно, страх потерять, страх потерять девочку, страх остаться одному, это тоже, безусловно, очень и очень важный момент. Вот. Потому что, ну, тот факт, что вы боитесь, что девочка оставит вас, тот факт, что вы боитесь, что девочка, значит, переспит с кем-то и изменит вас, вот это, конечно, говорит о том, что вы, в общем-то, боитесь ее потерять, значит, она вам для чего-то нужна, значит, вы не совсем самостоятельный партнер. партнер в отношениях, что и нужно скорректировать, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.